Экзамены для выпускников в 2022 году пройдут в допандемийном формате. Одиннадцатиклассникам предстоит сдать два основных предмета – русский язык и математику, причем на выбор – базовый или профильный уровень, а также дисциплины, необходимые для поступления в ВУЗ. Девятиклассникам необходимо сдать четыре предмета – также русский и математику, и еще два предмета по выбору. Допуском к экзаменам для одиннадцатых классов станет сочинение, а для девятых – собеседование. Об этом в ходе программы «Диалог с властью» рассказала Наталья Гречаная. Сочинение ребята будут писать 1 декабря. Это день определен федеральным министерством. Но мы понимаем, что сегодня все-таки есть дети, которые болеют. Если ребята болеют, то есть две даты. Кроме того, что это для заболевших, ну и это возможно пересдать. Сочинение это всегда было, это остается. Вот есть еще две даты – это 2 февраля и 4 мая. То есть, если кто-то заболел, то он сможет пересдать. Получает зачтено. Если зачет по сочинению, то допускается к единому государственному экзамену. Также Наталья Гречаная рассказала о том, как проходит вакцинация от коронавируса и гриппа в округе. Сегодня для удобства мутищенцев открыты прививочные кабинеты во всех поликлиниках округа. И в трех торговых центрах. Причем сделать в любом из них можно сразу две прививки, а также пройти ревакцинацию. Обращаюсь, уважаемые жители, особенно те, кто работает на предприятиях, где это очень важно, большое скопление людей. Это те, кто работает в торговых комплексах. Вот я отмечу, что такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура, у нас практически вакцинированы на 95%. Это связано с тем, что мы не вакцинированы только те, кому нельзя. У кого есть противопоказания, они подтверждены врачами. Это особая категория. А так все абсолютно провакцинированы. Это правильно, потому что они представляют, если не вакцинируются, то могут заболеть. Опасность в первую очередь для себя. Еще одна тема эфира – подготовка к новогодним праздникам. По словам Натальи Гречаной, все учреждения культуры, образования, социальной направленности, конечно же торговые объекты, а также улицы, дороги, парки и скверы обязательно станут нарядами к началу декабря. Появится световая иллюминация и зеленые ели. Продолжение следует...